Мы очень избирательны в этом вопросе. Извините за наглость, мы абсолютно самостоятельную концепцию преподавания различных финансовых дисциплин и финансовых направлений успели внедрить в нашем университете. Поэтому вот это название «школа финансов», а не «департамент», как принято у нас внутри в университете классифицировать различные структурные подразделения факультетов, оно имеет несколько смыслов. Во-первых, в отличие от многих других департаментов, мы занимаемся еще бизнес-образованием. И у нас как бы хватает, простите, наглости, смелости, энергетики, знаний, экспертизы для того, чтобы работать с бизнес-аудиторией, а не только со всеми уровнями студентов, с которыми работают все остальные наши коллеги в университете. В этом смысле, хотя мы формально не часть высшей школы бизнеса, о которой сейчас мои уважаемые коллеги говорили, потому что мы находимся на другом факультете, мы просто не в менеджменте, мы корнями из экономики. Но мы очень хорошо сотрудничаем, мы всегда участвуем во всех их замечательных, интересных, особенно корпоративных программах. Мы хорошо понимаем друг друга, и в этом плане мы как бы вместе, мы здесь абсолютно солидарны. Но я должна еще также сделать, простите, но громкое, абсолютно обоснованное заявление. Мы потому еще школа финансов, что у нас здесь своя авторская школа. Вот что очень важно. И я хочу показать маленький фрагмент, который должен, как мне кажется, вас настроить на то, чтобы как-то подумать. Хорошо ли подготовлены специалисты ваших компаний, которые, в общем-то, занимаются финансовой работой в ваших компаниях, как бы ни назывались их должности. Потому что в наших реалиях пока есть вот эта неразбериха. Мы говорим о том, что у нас есть экономисты, мы говорим о том, что у нас есть бухгалтеры, мы говорим о том, что у нас есть аналитики, мы говорим о том, что у нас есть финансовые менеджеры, и мы никак не разберемся, кто они на самом деле. С нашей точки зрения не все должны быть финансисты, но они должны быть современными финансистами. И вот посмотрите, пожалуйста, сейчас на этот слайд. Кого мы тут видим? Ну, конечно, вы знаете имена этих бизнесов. Смотрите на эту диаграмму. Все, что закрашено темными цветами, это их данные финансовой отчетности об их прибыли. И она, вот эта прибыль, смотрит носом кверху. То есть она вполне положительна. И она даже росла. И все было замечательно. Это крупнейшие бизнесы, они все на слуху, не так ли? Я надеюсь, никого сейчас не задену здесь. Я посмотрела состав участников. Мне кажется, сейчас в аудитории представителей этих трех компаний нет. Но есть более бледно нарисованные результаты. Бледно-голубые носом вниз. И под ними цифры со знаком минус. Это наша аналитика. Это правильная аналитика. Это аналитика, вытекающая из корпоративных финансов. Это аналитика, вытекающая из необходимости знать, каковы ваши риски. И какой поэтому должна быть компенсация за ваши риски. Темно-синие квадратики лишены этого знания. Потому что они извлечены из финансовой отчетности. А финансовая отчетность, простите, она не про риски. Я дальше покажу еще слайд по банкам. Вы там тоже увидите такую картину, хотя банки это про риски, в общем-то. Да, гораздо больше про риски, как нам кажется, чем обычные бизнесы. То есть бизнесы из нефинансовых секторов. И посмотрите, вот такие есть розовые эллипсы, да, такие вытянутые кружочки. Это что такое? И там тоже знаки минус. Как они образовались? Мы в этих розовых кружочках имеем сейчас следующие результаты. Если мы сопоставим доходность, ну возьмем Норильский Николь, если вы сейчас видите, 6,33 – это доходность из данных финансовой отчетности. То есть прибыль к капиталу компании. Хорошо? Да вроде ничего. И вроде нормально. Главное, что не минус. Покрыты все расходы в наши дни. Это тоже уже роскошь. А рядом другая цифра – 8,7. А это что? А это ставка доходности, которая должна быть заработана. Почему и кому? Мы тут что должны были бы сделать? Мы должны это сделать инвесторам, потому что очень высокие риски у Норильского Никеля, как не смешно. Это монополист своего рода. Он очень крупный бизнес. А тем не менее риски у него продолжают быть высокими. Это аналитическая ставка. 8,7. Менеджмент этой компании обязан был обеспечить кому? Всем инвесторам, и кредиторам, и собственникам. А обеспечил сколько? Вау! 6,33. Сколько он не доделал, не довыполнил в этом смысле? У нас есть минус 2,37. Цифра с минусом. Все. О чем она говорит? За этот конкретный период вы не смогли выйти на требуемую доходность, на барьерную ставку. Это как бег с препятствиями. Ну ты не перепрыгнул. Но в спорте вы сразу это увидите, правда? Раз, и вы порушили это препятствие, вы упали, вы не смогли перепрыгнуть. А здесь вы что увидели? А вы не увидели, если вы аналитируетесь исключительно на темно-синенькие квадратики. Потому что это привычно. Если ваши финансисты и экономисты, как бы вы их ни называли, оперируют только данными финансовой отчетности, они слепы. Они не видят. Потому что там нет вот этих цифр, как на риском никеле. Нет там 8,7. Нет, никто это, значит, не считает. Это ужасно. Это очень плохо. Я, может быть, излишне эмоционально говорю, я могу себе это позволить, потому что у меня есть определенный опыт. Вот вам цифры. Ну, рядом Северсталь. Там тоже картинка. Еще хуже. Посмотрим на следующий слайд. Нет, пожалуйста, Сбербанк, пожалуйста, Газпромбанк, пожалуйста, Альфа-банк. Они управляют рисками каждый божий день, в отличие, может быть, от бизнесов реального сектора. Поэтому, казалось бы, их отчетность, она же скорректирована на риск. Там другие правила коррекции. Но мы видим то же самое. Посмотрите. Минус, минус, минус. О чем говорят все минусы на этих двух слайдах? О том, что стоимость бизнеса руками топ-менеджеров разрушается, а не создается. А вы и чары. Немножко вы причастны, извините за наглость, к тому, что у вас такие менеджеры, что вы их таких пригласили на работу, что вот они вот так подготовлены, что они вот так знают или, наоборот, не знают что-то, да? И поэтому приходится задуматься, мне так кажется, вообще-то. Давайте я вас спрошу. А вы бы хотели в каком бизнесе работать? В котором на розовом фоне минус что-то? Или в котором на розовом фоне плюс что-то? Если вы уловили основную идею, где бы вы хотели работать? Могли бы вы мне ответить на этот вопрос? Там, где плюсы или там, где минусы в этих розовых квадратиках, кружочках. Если это был бы плюс, о чем он говорил бы? То есть цифры бы стояли наоборот. То есть доходность, которую заработала компания или банк, выше, чем та, которую что? Мы должны заработать за риски. Значит, мы сумели, а, управлять нашими рисками, держать их в узде, б, создавать гораздо больше, чем следовало за риски. Хотели бы вы работать именно в такой структуре, в качестве HR? Да, потому что лавры вам достанутся тоже. Потому что это вы управляете определенными квалификационными качествами этих людей. А если у вас обратная картина, как у вы на этих двух слайдах? Наталья Шумкова со знанием дела сейчас кивает. Она работала в Сбере, посмотрите на Сбер. Надо отдать должное Грефу. Он когда пришел на эту работу, он всех гонял за вот эти показатели. Они экзотичны для России. Я голову даю на отсечесть. Вернитесь домой, спросите у ваших финансистов, экономистов, кто бы они ни были. Какова экономическая прибыль, о которой я сейчас говорю, не та, которая в отчетности, а аналитический показатель. Какова экономическая прибыль ваших компаний? Вы же в ней работаете. А они финансисты, они обязаны это все считать. Они вам не ответят. Я голову даю на отечение, может, потом проверить. Я хочу сказать этими двумя слайдами. Да, у нас школа авторское преподавание. Мы вот этому учим. И детей, которые приходят учиться, да, как студенты в университете взрослых. Мы ведем такие исследования. Нет, вы должны мне сейчас возразить и сказать. Да, мы, конечно, ну, извините, несколько виноваты, потому что мы сами не знаем, что есть вот такая специфическая тематика в современных финансах. Что все финансы пронизаны рисками. Учить людей надо заново. Мы выходцы с вами из другой системы, и я тоже. У меня диплом Московского государства университета, факультета экономических наук. Я преподаватель политической экономии по своему диплому. Но мне повезло, я училась на мировой экономике, там было такое подразделение. Я всегда куда-то там стремилась. Я сама переучилась. Я потом перешла из МГУ 20 лет назад в высшую школу экономики. Я создала, извините за наглость, определенное направление преподавания. Мы ведем эти исследования. Мы, наверное, должны сейчас задать вопрос. Ну, вообще-то, есть ведь и внешние факторы. Ёлки зеленые, они же влияют. Они влияют на этот спред, на вот эту разность двухставок доходности. Они понижают ту доходность, которую мы реально зарабатываем, и которая отражается, конечно, в этих темно-синеньких данных. То есть в данных из финансовой отчетности. Конечно, аудированный, конечно, выявленный, конечно, честный, конечно, правильный, конечно, замечательный. Но эти же внешние условия влияют и на требуемую доходность, потому что они влияют на риски. И тут мы бессильны иногда, потому что эти внешние условия поднимают эти риски, поднимают эти планки и душат нас. Для ваших менеджеров вот эти вот ставки, которые особенно хорошо видны вот здесь на предыдущем слайде, цифры, которые мы вычитаем, это требуемые ставки доходности, это петли на шее. Если бы мы были грамотны все, и совет директоров каждой компании понимал бы, что вот это очень важная ставка, то это и есть вот эта профессиональная планка, которую ваши финансисты не сумели достичь, если у них вот эти минусы. А они, наверное, у вас есть. И значит, этому придется их учить. Но я хотела бы обобщить, в чем же здесь особенности. Правильно анализировать результаты деятельности компании, это значит идти гораздо дальше, а точнее глубже, чем финансовая отчетность. Потому что там финансовая отчетность, и даже у банков нет вот этих ставок, их не показывают, их и не считают, особенно в российских условиях, те, кто принимает эти решения. Вот в чем проблема. А в чем здесь беда? Потому что если у вас там не ведется эта работа, это значит на повседневной основе ваш персонал, отвечающий за оцифровывание, то есть за то, чтобы привлечь на определенных условиях капитал в компанию, вложить его разумно, то есть оцифровать, понять, каким эффектом все подсчитать. Этот персонал, я вынуждена говорить об этом жестко, даже не представляет, что происходит со стоимостью бизнеса, и не задумывается над этим. И, наверное, наивно думает, что это, в общем, не его задача, подумайте дело, стоимость бизнеса, мы же никак не продаем себя, мы сейчас не ставим задачу продать наш бизнес. Так вот, вернемся к вопросу, где же вы хотели бы работать. Там, где стоимость бизнеса наращивается руками топ-менеджмента, который вы же нанимаете на работу и помогаете его найти, или там, где минусы, вот на этих цифрах мы с вами это видели, то есть там, где эта стоимость все время разрушается, размывается неправильными управленческими решениями. И рано или поздно к вам тоже будет придявлено, извините за мои жесткие слова, определенные требования. Как же так? Кого мы наняли и чему мы их дальше доучили? Я вынуждена об этом сказать. Но возникают следующие вопросы. Да, наверное, есть внешние условия, они создают очень большие трудности. Да, наверное, мы не во всем сами виноваты. Да, наверное, нам стоило бы подумать, а может быть, есть какой-то вклад вот в этих внешних условий, скажем, отраслевых процессов. Они не все же нам под контролем. Но мы должны возразить себе сами сразу и сказать, да, ну, есть и вклад внутренних факторов, индивидуальных факторов в компании. А они обязаны быть нам под контрольным, если мы топ-менеджеры, все сообщество топ-менеджеров внутри данного конкретного бизнеса. Поэтому возникает очень интересный вопрос. Вот мы разделили все компании российские, публичные прежде всего, на четыре кластера, на четыре группы. Те, которые устойчиво создают вот эти положительные спреды, то есть устойчиво создают стоимость бизнеса, и наоборот, худшие, они в последнем вот здесь нижнем квадратике, negative, negative, stable, да? Те, которые создают все годы наблюдения отрицательную экономическую прибыль, то есть отрицательные вот эти спреды, разрывы между созданной доходностью и той, которая требуется, то есть требуемая доходность куда выше, чем та, которая создают эти бизнесы. Четыре паттерна. Дальше вы посмотрите, это не все компании, это просто примеры. Может быть, вы тут где-нибудь есть, не дай бог? Но если вы с левой стороны себя нашли в этих списках, это классно, потому что два первых паттерна – это те, кто создают положительный экономический результат с точки зрения роста стоимости бизнеса. Вот эти создают его всегда, каждый, каждый божий год. Каким-то странным образом, может быть, интуитивно, может быть, правда, они такие хорошо обученные, они это умеют делать. Вот эти создают почти всегда, иногда у них не всегда получается. Это данные до ковида, конечно, потому что в ковид, безусловно, все мы в этом смысле выглядели отвратительно. Вот эти создают всегда отрицательную экономическую прибыль. Все годы наблюдения, и все это у них плохо, и все время у них эти минусы. Вот эти временами выходят в положительную зону, но в основном они находятся в отрицательной зоне. Не все компании, это просто примеры. Ну, если вы посмотрите на эти примеры, вы сразу видите, абсолютно разная смесь отраслей, что в хороших квадратиках, что в плохих. То есть не можем сказать, что есть отрасли, где всегда все хорошо, а есть отрасли, где всегда все плохо, и поэтому нам на все наплевать, как ненджерам, потому что, ну, отрасли, отрасли все и определяют. Нам не повезло. Мы в таких отраслях, в которых все плохо, потому что это отрасль такая. Нет такого вывода. А если нет такого вывода, вот здесь тоже можем видеть, в разных отраслях все по-разному. Вот есть эти паттерны, есть эти отрасли, и тут полное разнообразие. Но если нет такого вывода, давайте определим вклад отрасли и вклад команды. Мы это сделали для вас. Посмотрите. Вот позитивные группы. Вклад отрасли. Самые сильные группы всегда создают положительную экономическую прибыль. Вклад отрасли. Логично? Да. Вклад компании? Супер логично. Вам бы лучше тут работать. Тогда это и ваше достижение. Правильно? Половина. Здесь вклад отрасли половина. Вклад от компании половина. Посмотрим сюда. Негативные группы. Да, есть такое очень резкое влияние отрасли. И довольно низкое влияние индивидуальных факторов. Логично? Очень. Потому что здесь получается, что они ничего не могут противопоставить. Не могут никак. Вот такие серьезные проблемы. Причем это разные отрасли в этой последней строчке. Что еще мы тогда можем, наверное, спросить у себя? А из чего может складываться наш вклад? Вот наши коллеги из менеджмента очень профессионально это изучают. Там масса всяких нюансов, правда? Там можно и цифровизацию приплести, извините за термин. И agile, и что угодно. Да, вот есть какая-то специфическая картинка, управленческие какие-то навыки. Ну, мы посчитали, посмотрели, что мы увидели. Физносисты могут посчитать, просто цифрами посчитать, близорукий горизонт у компании или дальнозоркий горизонт у компании. Если вы HR, как вы думаете, хорошо бы, чтобы у ваших топ-менеджеров был близорукий или дальнозоркий горизонт видения? Ну, риторический вопрос, надеюсь, да? Все, конечно, должны проголосовать за долгосрочный горизонт. Ну и посмотрите, вот они, хорошие паттерны. Вот хорошие первые две строчки. Супер дальнозорких компаний почти 40%, дальнозорких компаний четверть, да? А близоруких среди очень хороших, которые всегда создают приросты стоимости гораздо меньше. Посмотрите дальше. Те, которые всегда отрицательны. Мы до этого видели, там есть высокий вклад вроде отрасли как таковой, да? Ну, чтобы не питать иллюзий. Посмотрите. А есть среди них супер дальнозоркие? Фиг вам, извините за жаргон. Нет таких. Среди этих всегда отрицательных компаний. Отрицательных с точки зрения процессов создания стоимости бизнеса. Дальнозорких, не таких сильно дальнозорких, но в определенной мере дальнозорких. Здесь всего 1,5. А сколько здесь супер близоруких? Вау, 60%. А еще близоруких 20. Итого 4,5 там таких бизнесов, которые видят около своего носа, как близорукий человек, да? Не может увидеть. Очки нужно надеть. Можно я вас спрошу, кто ему должен эти очки надеть? Кто этой топ-команде, топ-менеджером этих компаний, у которых негативные результаты в главном деле? А главное дело какое? Создание стоимости бизнеса. Удорожание бизнеса, пока он живет. Постоянное наращивание стоимости бизнеса. Вот главное дело любого бизнеса. Как он к этому придет? Пути разные. Так кто ему должен надеть очки? Можно я услышу ответ этой аудитории? Вы проснулись? Мне кажется, вы. Вы должны выступить глазными докторами в данном случае. И исправить зрение. Чем? Как вы можете это сделать? Потому что вы можете организовать определенный процесс до обучения этих людей. Ну вот вам цифры. Да, увы, к сожалению. Очень много бизнесов еще есть в России, у которых нет этого чутья. Нет вкуса и умения и хватки анализировать создание стоимости бизнеса. Драйверы стоимости бизнеса. Потому что это постсоветское наследие. Потому что это супер устаревшее экономическое образование. Я выходец из МГУ. Я уже об этом сказала. Я ушла из МГУ. Наш университет единственный в стране университет России. Вы подумайте. Единственный университет России, который в международных рейтингах предметно поле accounting and finance в том, где школа финансов как раз работает, в нашем предметном поле. Идентифицирован на международном уровне. Благодаря, а, нашим международным публикациям, значит, мы знаем много. Как люди из Вортона, как люди из очень известных университетов мира. Б. Мнением работодателей из-за рубежных, там, где работают наши выпускники. В. Мнением российских работодателей. И мы единственный университет в стране, который вот там, в этом глобальном пространстве, визибл, среди 150 лучших университетов мира, мира в этом именно пространстве. Там нет, простите, МГУ, в котором я училась эконом-фака. Нету. Там нет финансового университета, который сугубо весть про финансы и учет. Там его нету. У нас свой взгляд, у нас другая квалификация, извините. Но у меня есть аргументы. Говорить вот так, простите, нагло. Мы ведем исследования, разработки. Мы выступаем. Это значит, что мы, как преподавательская академическая команда, все время учимся сами. И ни на минуту мы в этом плане не замолкаем и не успокаиваемся. Смотрите на эти результаты. Подумайте о том, а кто, собственно, заправляет деньгами в вашем бизнесе. А кто? Что они знают? Где они учились? Какие у них действительно знания? Это время. Это время в те времена, в общем-то. Такое было. И так мы все учились, что мы учились немножечко, мягко говоря, не этому. Если я говорю о финансах, о широком поле финансов. В прямую вы в этом, конечно, коллеги, не виноваты. И мы не виноваты, как выходцы из тех времен. Но жизнь, она не стоит на месте. Мы все время должны учиться. Поэтому я сегодня позволила себе показать вам вот этот маленький фрагмент. Мы все время это изучаем. У нас есть масса разных программ. Ну вот они здесь перечислены. Сейчас нет смысла мне их тут озвучивать. Если у вас появится к этому интерес, на что мы, конечно, хотелось бы рассчитывать. Не только потому, что да, это бизнес-образование. И да, мы, конечно, этим занимаемся. И да, для нас это, конечно, привлекательно, потому что это наша сфера деятельности. Но, простите, я фанат своего дела. Я открыто это говорю. Я все время куда-то хочу двигаться и со всем коллективом вперед. И создавать максимум всего. Посмотрите, есть и в разных отраслях. Вот такие картинки. И дальше можно бесконечно много об этой тематике говорить и показывать. Мы работали с Росгидро. Мы работали с Московским кредитным банком. Мы работали с самыми разными топ-командами самых разных наших компаний. И, к сожалению, я вынуждена сказать, что в очень многих случаях, если не абсолютно во всех, мы сталкиваемся с тем, что люди, с которыми мы работаем, то есть, которые изучают финансовые дисциплины на корпоративных программах, уже не говоря об открытых, куда приходят абсолютно разные люди из разных мест и с разным уровнем подготовки, люди даже топ-уровня, недоучены в этом отношении, абсолютно, к сожалению. Вот это печальная картина российской действительности, но она должна быть сломана. И она должна стать более жизнерадостной, потому что от того, какие решения, и с какими аргументами, и с какой оценкой результативности этих решений принимаются в бизнесе, зависимы все с вами. Я позволю себе сказать, что я, например, ну, в силу своего возраста уже, конечно, и опыта жизненного, я все время думаю о том, как будут жить мои четверо внуков. У меня их четверо. Я очень хочу, чтобы у них все было классно. Там среди них есть уже большие, а есть еще совсем маленькие. У меня двое взрослых детей, слава богу, оба финансисты, слава богу, современные финансисты. Я, по крайней мере, выполнила эту свою социальную миссию, потому что мои взрослые дети, они правильно обучены. Мои внуки, старшая внучка, она химик, она в втором курсе МГУ, и она химик, она вовсе не связана с этим, ну, ладно. Но, тем не менее, когда-то она тоже получит какой-то определенный заряд от меня как бы по семейной линии. Я предлагаю вам подумать на эту тему. Через призму ваших детей, ваших семейных проблем. А кто будет заправлять всем этим в будущем? А что они умеют? А что они знают? Подумайте серьезно. Приходите к нам, свяжитесь с нами, поговорим, посмотрим, что мы можем сделать для вас. Обратите внимание, что если мы придем в вашу компанию, мы будем делать на данных вашей компании. Все, что мы считаем нужным, чему мы считаем нужным вас научить, мы будем делать на данных вашей компании. То есть это такой проект получится, когда он наполовину как бы консультационный. Мы будем учить ваших людей, мы будем с ними говорить, мы будем их на что-то настраивать, мы будем предлагать им что-то оценить, посмотреть именно на данных вашей компании. Я в самом начале упомянула, что мы сотрудничаем с экспертами. Но я при этом сказала и напоминаю, что мы очень любим сотрудничать с нашими выпускниками. Как вы думаете, почему? Потому что мы должны быть уверены, что те, кто придет и будет говорить о бизнес-опыте и каких-то кейсах, и мини-кейсах, наши единомышленники. И поэтому мы прежде всего сотрудничаем с теми, кого мы учили, причем фундаментально, сколько-то лет. Мы сейчас создали проект на Курсере. Наталья Валерьевна там показывала слайды, что у нас есть специализация на Курсере. Да, она там есть. Я ее сделала несколько лет назад, и с 2015 года она там есть. И она по-русски. Она очень удобна в этом смысле. Ее можно дополнить живыми примерами, кейсами и так далее. Она как раз вот об этом современном знании. Сейчас мы создали проект на Курсере англоязычный. Это магистровская программа. Для ваших детей может пригодиться. Для ваших знакомых может пригодиться. Это 100% онлайн-образование, которое позволяет вам быть гибкими при этом, работать, делать, что хотите, воспитывать детей, массу всяких жизненных задач решать, и при этом получить диплом нашего университета. Это программа о бизнес-аналитике. О правильной, с точки зрения финансиста, бизнес-аналитике. И сегодня я не говорила о второй части, правильной бизнес-аналитике. Я говорила только о первой. Надо анализировать риски, нужно расширять свой кругозор и видеть, а создается ли стоимость бизнеса. Но продолжая эту линию, мы должны обязательно сказать, а где лежат основные ресурсы, которые создают уникальность бизнеса? Это не финансовые ресурсы. И это интеллектуальные ресурсы. Это подход, который в английском называется multi-capital. Когда мы non-financial capitals, не финансовые ресурсы бизнеса, анализируем. Кто мы? Финансисты. Не менеджеры, не маркетологи, а финансисты. А если мы финансисты, что мы обязаны делать? Цифры. Мы обязаны считать. Мы обязаны измерять на входе, в процессе и в конце результат. И наша программа в этом плане на Курсере будет. О том, как финансисты должны измерять то, что до сих пор не измерялось. Мы решили, что нам это важно сделать для человечества. Извините за пафос. Программа по-английски полностью. И уже идет набор. Причем, как интересно, сейчас мы говорим с китайцами, арабами, индийцами на этих собеседованиях. Ну, россияне пока в размышлениях. Это вам так на всякий случай. Может быть, вашим родственникам и детям пригодится. Кроме этого, у нас есть и русскоязычная магистратура, корпоративные финансы, прикладная программа. Работаем уже 12 лет в этой программе. Занятия сейчас были в онлайне из-за понятных причин, но вообще-то они оффлайн. Вечерами и по субботам. Очень классная программа. Тоже можете этим поинтересоваться. Это не бизнес образования, это магистратура. Опять, для такого поколения, которое может у вас в семье подрастать. Но вы очень многие из вас молоды сами. Это тоже вам может пригодиться. Мы вас приглашаем к себе. Звоните нам, пишите нам. Будем рады с вами пообщаться. Рады здесь ответить на ваши вопросы по возможности. Большое спасибо за внимание. И всего вам доброго. Берегите себя. Спасибо. Спасибо большое за выступление. Коллеги, есть ли у кого-нибудь вопросы? Пожалуйста. Представьтесь, пожалуйста. Добрый день. Великан Вала Гидон Рихтерфарма, руководитель отдела обучения и развития персонала. Спасибо большое за очень такое проникновенное и такое неравнодушное выступление. Действительно, начинаешь задуматься о многих вещах, хотя я не являюсь финансистом. У меня вопрос конкретный. Когда вы показывали слайд межотраслевой, там было то, что меня непосредственно интересует. Там было четыре компании хоскея. Есть компании, на которые мы должны равняться, судя по данным, а есть компании, на которые мы не должны равняться. Не является ли это закрытой информацией? Можно ли узнать, кто эти люди? Сейчас микрофончик дам, микрофон. Мы не знаем, о коем мы говорим. Обратитесь к нам, мы раскроем вам секрет в кавычках. Сейчас просто я точно вам не назову на вскидку, потому что это все имена. Да, просто важно знать и положительное, куда стремиться и примера, кто... Ну, можно я вдогонку дала очень замечательный вопрос и спасибо за отклик о том, что мы вам сейчас показали. Мало знать имена, извините за ремарку. Потому что от того, что вы будете знать, что это компания X или компания Y, за которую надо стремиться, да, ну, классно, хотя бы это важно знать, да, наверное, для начала. Поэтому я вам исключительно благодарна за вашу вот такую немедленную, мгновенную реакцию. Но дальше надо понимать, за счет чего эти X и Y, которые хорошо себя в этом смысле ведут, вот за счет чего они стали лучше, чем пока, например, там ваша компания или еще какая-то компания. Поэтому мы вам готовы все здесь помочь, объяснить, пожалуйста, вы приходите, говорите. Мы хотим быть клиентоориентированными, разве нет? Вот мы и финансисты, мы вроде не маркетологи, не менеджеры, у нас такая более жесткая как бы профессиональная среда, она и в чем-то более сложная, потому что она требует базовых навыков, таких очень солидных, да, тут нужна и математика, и прочие всякие штучки, и эконометрика. Но это для нас, для того, чтобы мы вот это все могли исследовать, анализировать, подсчитывать. Поэтому приходите, пожалуйста, обращайтесь к нам, там есть все координаты, мы поговорим с вами, решим, можем показать, чем мы можем вам помочь, если что. Спасибо большое. Спасибо, коллеги. Есть ли еще вопросы? Если нет, давайте поаплодируем. Спасибо большое, очень интересно. Спасибо. 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 Спасибо.